Здравствуй, дорогой брат Саша. Саша, тебе, конечно, это будет тяжело это перенести, но крепись, как и я. Сообщаю, что получила это письмо из Горсавина. Что Вера, Анечка, Леночка и Анечка расстреляны немцами 25 августа 1941 года. Писала женщина, которая видела все это сама. Нам остается мстить и мстить. Читая это письмо, у меня и моих бойцов были слезы на глазах. Такие они мерзавцы. Саша, может это неправда, но других известий нет. Я написала еще раз, буду ждать ответа. Только я думаю, не надо домой писать. Пусть не знают, ведь старики не перенесут. Целую, твоя сестра Анита. Привет с фронта! Пишет письмо ваш сын, старший лейтенант Набуга Александр. Здравствуйте, дорогая моя мама. Хочу сообщить, что на сегодняшний день жизнь здоров и нахожусь на фронте. И уничтожаю немецких гелдов. Мы освобождаем родные города и села. Освобождаем отцов, матерей, сестер и братьев от немецкого кошмара. За меня, мама, не беспокойтесь. Лучше напишите, как вы себя чувствуете. Надеюсь получить ответ на этот вопрос. Целую ваш сын, Саша. Добрый день, Оленька. Привет тебе, папа. Оленька, учите стоми больше стихотворения. И песню учите больше. Я скоро приеду домой. И вы мне все расскажете. Слушайтесь, мам. До скорого свидания. Моя дорогая дочь. Как я тебя целую, твой папа. Маруся, давно я тебе песни получил. Уже три месяца. Как мы пошли на выступление, получил твое письмо. И больше не получал. Думаю, это из-за того, что мой адрес поменялся. Или вы считаете, что у меня нет живых. Пиши, хоть бы маленький, но почаще. Может какой-нибудь пойдет ко мне. Я жив, здоров. Сообщите, как вы. Я вас скучаю. И на минуту не забываю. Целую себя, Маруся. Пишу, я жду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова